Игра прямо сейчас подходит к концу, там Юнайт обыгрывает Сити 2-1, ну а посмотрим, что здесь у нас команды покажут, они уже появляются на стадионе. Ну, я не знаю, кто в итоге завоюет трофеи. Итак, переходим к составам команды. Начинаем с номинальных хозяев футбольный клуб Неман. В воротах сегодня номер 12 Максим Белов, далее по номерам 4 Андрей Васильев, 5 Егор Парховенко, 8 Юрий Панть, 11 Илья Кухарщик, 15 Олег Евдокимов, 17 Егор Зубович, 20 Иван Садовнич, он капитан команды. 33-й Сергей Карпович, 47-й Михаил Козлов и 88-й Павел Советский тренирует Неман, Игорь Ковалевич и расстановка 4-4-2 на ваших экранах. Судейская бригада на подстать. С этому матчу главный сегодня Алексей Кульбаков, его ассистенты на бровках Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Четвертый судья Антон Лошук, инспектор матча Вячеслав Выков, делегат АБМФФ Игорь Цаплюк. Состав номинальных гостей футбольный клуб Ислач в воротах, 28 номер Александр Свирский, полевые игроки, 4-й капитан команды Илья Калачев, 5-й номер Максим Ковель, 11-й Мирас Копеев, 13-й Александр Шестюк, 17-й Кирилл Родионов, 18-й Кирилл Гоманов, 19-й Константин Кучинский, 20-й номер Олег Веретило, 29-й Иван Ховалко, 99-й номер Евгений Ючиц. Гришутский сказал главным тренером про то, что с физической подготовкой у парня все в порядке. Курс молодого бойца пройден, а это удар по воротам. Егор Зубович сейчас приложился с левой ноги, было достаточно опасно, но выше мяч пошел. Ну что, наверное, это самый опасный. И вот такой удар получился у Егора Зубовича. Отметим работу в отборе Ильи Кухарчика. Он забрал мяч у Ковеля и в итоге нашел возможность для того, чтобы пробить Зубович. Но нужно было мяч отправить чуть-чуть ниже. Рядом Юрий Паньце, тем не менее подача от Евдокимова. Свирский на выходе ошибается и этот отскок не смог подкараулить Павел Савицкий. И в итоге уже еще один у Немана. Кухарчик с мячом, он пока один, но поддерживает атаку Козлов. Как хорошо Илья сейчас сохранил мяч. Делает передачу на Евдокимова. Будет ли удар, бьет по воротам. Идет на попытке. 1-0! Неман открывает счет в этом матче. И делает это Егор Зубович. Принял мяч, Олег Евдокимов не стал выполнять передачу. В итоге удар опытных футболистов Немана с точки зрения участия. Вот первый голевой эпизод в этой встрече. Но Неман атаковал. Неман, конечно же, нагнетал. И неудивительно, что команда Игоря Ковалевича открывает счет в этом матче. Смотрим повтор. Говорим, браво Кухарчику, который сохранил этот мяч очень здорово. Передержал, выкатил на Евдокимова. Ну а дальше не без доли везения. Мяч дошел до Зубовича, которому не составляло большого труда с этой позиции пробить мимо Свирского. Не было положения вне игры. Предыдущий повтор нас в этом убеждает. Из глубины выбегал Егор Зубович. Ну а сейчас освежим в памяти составы. Давайте только атаку Неман. Досмотрим, которая ударом завершается. Каким опасным. И это сейф Свирского. Вот так начало второго тайма для Ислачи. Да и для Немана тоже классный удар. Свирский в итоге мяча коснулся. А это значит, что сейчас мы... В первом тайме это как раз объяснимо. Это логично. Проигрывали они центр поля. Но если не получается взять качеством, нужно брать количество. Ну а здесь, конечно же, этот мяч засчитан не будет. Карпович порадовался. На всякий случай. Но забыл, что он в офсайде. Очень важно, конечно же, за эти самые мячи цепляться Александру Шестюку. Потому что длинных передач много. В основном именно их использует Ислач. Удар из-за пределов штрафной. Нанес его Кирилл Гоманов. Мяч фиксирует Максим Белов. Так вот, если не Шестюк, то кто? Не забываем, что Александр Макайс сегодня в этом матче не доступен. Да, к сожалению, выкосило буквально линию атаки у Ислачи. Многие ребята недоступны. Но, опять же, уже давно некоторые из них находятся в лазарете. Поэтому Канавиев Сергея Пухарчик. Хороший момент. Он уже в штрафной. Зубович. Передача. Удар Савицкого. Это 2-0. Неман приближается вплотную к своему первому за 31 год трофею. Егор Зубович. 1-1 в этом матче. Павел Савицкий. 2-0. Вот и он. Илья Кухарчик как раз с мячом. Посмотрел. Оценил ситуацию. Покатил Зубовичу. Тот в касании на Савицкого. Давайте скажем, что Павел сегодня не особо-то был заметен весь матч. Но Савицкий игрок, который свой момент найдет. Нашел 2-0. Вот аналогичный мяч, согласись. Ну, по крайней мере, очень похожий. Он забил в Мозыре. Простого. А вот это тоже нервы. Какой опасный был удар сейчас от Калачева. Рядом со штангой прошел мяч. Но все-таки мимо. Савицкий. 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 Ковель. Скидка. Будько. Мироскопеев. Выход 1 на 1. Нужно забивать. Максим Белов. Великолепная игра. Очень хладнокровная. Вот галкипера Немана. Это длинная передача. Заброс. Скидка. Будько. Здесь, конечно, оборона Немана провалилась. По-другому не скажешь. Но на помощь вовремя пришел галкипер. Не было положения вне игры. Это четко видно. Андрей Васильев создавал глубину атаки Ислачи. И Мироскопеев. Просто не завтра. Грубо, наверное, говоря. Ну так. Гиперболизируя. Готовится к Брестскому Динамо. Ну а сейчас звучит финальный свисток. Алексей Кульбаков эту встречу завершает Гродненский Неман. Впервые за 31 год, да? Да. Завоевывает трофеи. С этим мы, конечно же, команду Игоря Ковалевича поздравляем. Эти медали потом снимают шеи. И не хотят их видеть. Все-таки это поражение в финале. Но давайте скажем, что Ислач развивается. И для этого клуба выход в финал это тоже неплохое достижение. Ну и давай честно, какой путь надо было пройти команде для того, чтобы в этом финале оказаться. Для начала непростой Витебск. Да, по счету все было очень неплохо на севере страны. Во первом матче. Но мы помним, как сложилась ответная встреча. И там, по сути, команда Комаровского висела на волоске. Затем действующий обладатель трофея. Жодинская торпеда. Команда, которая, конечно же, была полна решимости попасть в домашний. Для себя финал. И мы представляем, что бы здесь творилось. Да, в Жодино на стадионе торпеда. Если бы автозаводцы в этот финал смогли пробиться. Но Ислач команду Дмитрия Молоша смогла остановить. И никто сейчас не скажет, что выход в финал команды Комаровского был незаслуженным. По праву абсолютно здесь и сейчас находятся вот эти, да, еще во многом молодые ребята. Но Неман сегодня был просто сильнее. Каждому по заслугам. Тут по-другому не скажешь. Разные бывают финалы. Иногда проигрывать обидно. Но сегодня важно правильно и объективно рефлексировать, да, все то, что произошло. Ислач сегодня на победу не наиграла. Да, я с тобой полностью согласен. Да, без особого энтузиазма эти награды принимают представители Ислачи. Но иногда, иногда пользы из поражения можно извлечь еще больше, чем вот некоторых победных матчей. Потому что, когда ты выигрываешь, на многие вещи можно закрыть глаза. Здесь, я не сомневаюсь, будет детальный разбор, детальный анализ. Ну и мы говорили, и с тобой говорили, и с футболистами, что уже Ислач успела Неман обыграть. 2-0, да, конечно же, поле на Маяковке, к которому чуть лучше приспособлены Волки, помогло команде Дмитрия Комаровского. Ну а сегодня полноценный реванш получился уже у команды Игоря Ковалевича. Ислач свои медали получила. Ну а сейчас время первых. Да, Неман сейчас получит свои награды. Ну а затем капитан Иван Судовничий поднимет трофей. Давайте смотреть. Исторический момент. По-другому не скажешь. В прошлом году такие же эмоции испытывали футболисты Торпедо. Классный матч на Динамо. При огромном скоплении болельщиков. Сегодня в Жодино антураж тоже был подстать этому матчу, этому противостоянию. Ну и сейчас победители по праву заберут свой трофей. Как видите, Неман был готов к этой победе. И майки подготовили. И сзади фамилии всех причастных к этому титулу написаны. Кульджигит Алыкулов. И он, конечно же, получает свою медаль. Прямо перед ним прошел Илья Кухарчик. Мы уже успели его похвалить. Но можно еще раз вспомнить про вклад этого футболиста. Он сегодня, согласись, находился под особым давлением. Потому что все от него ждали феерии. Ведь феерии ждут от Алыкулова, которого Кухарчик и заменял в этом матче. Да, наверное, такого количества классных винтов в исполнении экс-футболиста Белшины мы не увидели. Но в любом случае он поучаствовал в двух голевых атаках своей команды. И, конечно же, Неману помог добиться нужного, еще раз повторюсь, это очень важное слово, исторического результата. И давай вспомним, что Кухарчик ведь не думал, что он появится в старте на этом матче еще не так давно. Он играл против Слуцка. Он играл против Слуцка на этой неделе. Да, не он один, многие из состава Немана играли в этой встрече. И свежести хватило, чтобы провести хороший матч, чтобы быть напрямую причастным к двум голам своей команды. Две предголевые, скажем так, передачи на счету Ильи Кухарчика. И он, конечно же, как никто другой, причастен к этой победе. Вот такая вот растяжка. Ты знаешь, после победы в кубке, после бронзовых медалей в чемпионате, Дмитрий Молош говорил, что культура боления в Жодино очень серьезно повышается. И хочется верить, что после вот таких успехов и после такого качественного шага вперед от Гродненского Немана, конечно же, болельщики в этом замечательном городе начнут, почему бы нет, до отказа заполнять местный прекрасный, кстати, стадион. По крайней мере, в Бресте мы ждем, мы ждем, мы ждем, что болельщики действительно придут и свою команду отблагодарят за вот этот трофей. Конечно, не все из Гродно смогли приехать сюда в Жодино. Я не сомневаюсь, что очень много людей собрались у телеэкранов и сейчас видят то, что видим. Мы слушают нас, но у них еще раз скажу, будет возможность прийти и сказать команде лично спасибо. Да, и они обязаны это сделать. В прошлом сезоне мы несколько журили Гродненскую публику за то, что не в должном количестве они приходят на стадион. И все-таки Неман сражался за чемпионство и заслуживал поддержки. В этом году ситуация улучшилась, но и вот трофей, который обещал Игорь Ковалевич. Совсем скоро он поднимется над головами игроков Немана. Из рук Николая Николаевича Шерстнева сейчас этот кубок примет Иван Садовничий. Ну и затем уже капитан Немана вздыбит руки к небу и таким образом констатирует победу своей команды. Ну и здесь что-то говорит, наверное, только порт. Право, Неман! Право, Неман!